Были основные темы такие, как вот от Шопенгауэра и Нитши, ну, например, можно совершить переход к скептицизму. Я думаю, это мы немножко вот скомканно передадим, поскольку это чисто тема, посвященная вообще в принципе моей деятельности, поскольку, ну, как известно, я абсолютный скептик, я эту хуйню продвигаю на стримах уже очень давно, и, соответственно, я-то начинал с Шопенгауэра и Нитши, ну, прежде всего с Нитши. Но Шопенгауэр здесь тоже свою лепту как бы внёс. У Нитши вообще очень много критической философии, насколько мы можем увидеть. Ну, значительная часть того, что мы у Нитши читаем, это, в принципе, тотальное неспровержение не только этики, но и практически вообще всего. Позитивная программа у Нитши, безусловно, имеется, но, как и, наверное, у многих философов, негативной такой вот критической её, ну, намного больше, несопоставимо больше. А, и, соответственно, Шопенгауэра, тоже, как замечательный такой известный персонаж, учитель Нитши, и, соответственно, Шопенгауэр, у него есть прекрасный текст «Эристика». «Эристика» — это такое своеобразное возрождение софистического наследия, потому что, ну, поскольку Платон, Аристотель, их философия, их стиль философства не начали править в европейском дискурсе, ну, софистический стиль, он переродился в риторику, а риторика не сыскала большого уважения у философов. Шопенгауэр возрождает каноны философии такого рода, софистической в своей ристике. Кстати, отличный текст, он очень вызывающий, он, ну, просто если его современный логик, какой-нибудь аргументатор будет читать, у него, скорее всего, жопа просто разорвётся на куски от того, что Шопенгауэр пишет в этом тексте. И при том, жопа у него должна разорваться на куски вдвойне, потому что Шопенгауэр, плюс ко всему, писал неплохие работы по логике, ну, например, о законе, о корне четвероякого основания, замечательные тексты, за которые Шопенгауэру как раз накинули и степень, и одновременно, ну, вот он стал довольно популярен. Я в 16 лет, помню, это читал, и мне тогда это показалось какая-то зауми вообще такая запредельная. Да, ну, персона Шопенгауэра, она этим, кстати, интересна, то, чтобы он вроде по взглядам, он иррационалист, и у него, с одной стороны, есть эристика, вот это вот, где он просто предлагает, ну, буквально нарушать все законы логики, если это позволяется в том или ином сообществе. То есть, если сообщество позволяет вам каким-нибудь образом, ну, просто, не знаю, какое-то унижать, например, да, вот, например, есть неформальный закон логики, ах, упало что-то, так вот, неформальный закон логики, то, что нельзя переходить на Эдхоминем. Но, если сообщество позволяет, Шопенгауэр говорит, можно, и почти так по всем вопросам, все, что позволено в том или ином сообществе, все это делать можно, если это помогает провести свою линию аргументации, так скажем. А с другой стороны, Шопенгауэр, вот такой, с одной стороны, иррационалист, а с другой стороны, у него написаны, ну, топовые для своего времени работы по логике, что его очень сильно, ну, вот, делает такой вот персоной двоичной, ну, такой двойственной. А Ницше в этом плане, он такой более чистый иррационалист, у него и стиль повествования менее рационален, он более разбросан, его тексты больше похожи на, не знаю, фильмы Тарантина ранние, где все просто перемешано, разбросано, чтобы составить Ницше, ну, в нужном порядке, чтобы понять, что он... На фильмы Линча скорее, на 60-ти куда. А, ну, на Линча, может быть, да, тоже. В общем, нужно составить большой конструктор Лего из разных частей, из разных, может быть, даже произведений, чтобы вот получить полную картину о Ницше. Шопенгауэр в этом смысле вообще последовательнейший автор. Так вот, вот от них, от этих ребят, я-то постепенно двигался в сторону рассмотрения других философов. Так получилось, что я сначала прочитал вообще Ницше, вообще за всю жизнь, да, первый философ, который мне попался, это Ницше. Я, то есть, сначала прочитал Библию, Библию впервые за всю жизнь, когда я ее прочитал, потом я начал читать Ницше, и после Ницше у меня пошло, в общем-то, знакомство с философией. И так Шопенгауэр, Кант, Платон и многие другие философы, вот так вот я разрастался постепенно. И когда я разрастался, изучая философию, в том числе, все еще оставаясь чем-то вроде Нишанса, такого вот начинающего, я все-таки двигался к тому, что вот как-то все получается слишком многообразно, интересно, необычно, и, безусловно, некие интенсии нитшанские со свержением канонов, они у меня имелись. Но, с другой стороны, ну, потому что у Ницше действительно вот этот вот сверхчеловек, который скрижали, не спровергает, это все сохранилось, это вообще в духе античного скептицизма в том числе, потому что античный скептицизм, он тоже стремился не спровергать каноны неожиданно. Ну, и постепенно я к этому, в общем-то, тоже приходил. А, так вот, я думаю, мы сейчас про сверхчеловека и Ницше поговорим. Вот вы, Ежи... А, мы уже закончили тему с скриптицизмом? Да, можно вот эту быстро закончить. Или, Михаил, вам есть что сказать, может быть, может здесь... Нет, у меня свое отношение к Шопенгауэру сугубо, потому что я рассматриваю Шопенгауэр просто как такого правоведника, который, используя категориальный аппарат европейской философии, пытался для европейцев как бы буддизм проповедовать таким... И, в принципе, его вот это, значит, конфликт с Гегелем, это на самом деле конкуренция двух религиозных систем. То есть они конкурировали с Гегелем не как два философа, да, или там человек, как бы два представителя академической среды, а как два пророка, каждый из которых нес свою религиозную систему. То есть с одной стороны религия абсолютного духа, который опирается на диалектику как на метод, а с другой стороны европейский буддизм Шопенгауэра. Вот. Именно этим и обусловлены все вот эти вещи, в том числе те, которые вы обозначили в своей небольшой речи про Шопенгауэр. То есть это просто как бы тактические элементы проповеди. То есть можно в угоду проповеди пренебрегать логическими операциями, если это полезно в том или ином социальном контексте. Ну и, собственно, весь скептицизм шопенгауэрянский, это, собственно, скептицизм, направленный против конкурирующих религиозных и философских систем с целью продвинуть буддизм на европейской почве. Я бы, кстати, не согласился сугубо только с буддизмом, потому что у Шопенгауэра есть элементы не только буддизма, он на Веданту ссылается нередко. То есть там очень широкое поле индуистское вообще, не только буддизм. Ну да, 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 да. Но дело в том, что, опять-таки, индуизм-то, собственно, именно как пропразилитическую религию в широком смысле в тот момент нельзя распатывать, потому что там, в принципе, если ты не имеешь какого-то этнического индийского бэкграунда, то тебе, в общем-то, индуизм проповедовать бессмысленно, потому что нужно сначала накопить позитивную карму, родиться индусом, и только потом можно стать индуистом настоящим. А в случае с Шопенгауэром он в данном случае поступал как раз как буддийские учителя, которые тоже, когда они говорили про некий бэкграунд философский Буддадхарма, они тоже ссылались и на Упанишады, и вообще говорили о том, какую вообще сложную философскую работу проделали, значит, учителя Древней Индии, прежде чем, вот, собственно, непосредственно эта культура, она стала достаточно зрелой для того, чтобы вот там проповедь буддизма там могла быть озвучена. Так что, на самом деле, во всех местах, где Шопенгауэр апеллирует к каким-то древнеиндийским текстам, в конечном итоге он через них пытается навязывать именно буддийскую этику в конечном итоге. А в ряде мест он просто на жизнью описание Будды ссылается как на такой наиболее достоверный источник. То есть, это примерно как, я не знаю, какой-нибудь христианский богослов, он в доказательство верности своих слов, он просто приводит цитаты из Священного Писания, что если его собственные мысли, они соответствуют там идеям, высказанным в Священном Писании, значит, его мысли являются верными, потому что Священное Писание – это критерий истины. Вот, так что тут, в принципе, достаточно просто почитать параграф «Путь спасения», который в Мирко-Колии представление содержится, чтобы понять, к чему вообще вся этическая компонента философии Шопенгауэра сводится. Потому что путь спасения – это вообще квинтэссенция всех этических устремлений и всей философии Шопенгауэра. То есть в ряде случаев он просто пытается действовать какими-то околойезуитскими методами, то есть он пытается заниматься завуалированной косвенной проповедью, а в ряде случаев он просто переходит на прямую проповедь. Особенно под конец жизни, когда у него уже появляются какие-то ученики, там последователи первые, он уже с ними не стесняется, он не пытается там играть в какие-то, не пытается заигрывать через какие-то косвенные вещи, а он просто напрямую начинает проповедовать просто, значит, буддийскую этику. Такие дела. Так что, в принципе, весь скептицизм Шопенгауэра – это скептицизм чисто такой буддийский. Я бы не сказал, что это скептицизм, я бы еще у Нитши не фиксировал скептицизм. Ну, это не скептицизм, скажем так, в том смысле, как ваш скептицизм, например. Но это вот можно назвать это, ну, то есть, грубо говоря, позиция, которая подразумевает… Ну, критическая позиция такая, да. Да, позиция, которая подразумевает такой абсолютный нигилизм по отношению к окружающему миру, идею о том, что это все там майя, это все, значит, неистина, это все, значит, сон, который там снится, там, я не знаю, и так далее. На уровне обыденного языка такую позицию, такую совокупность таких позиций можно назвать таким скептицизмом радикальным. Но тут проблема будет заключаться в том, что, как бы, все эти позиции, они постулируются не как отрицание, а как постулирование как раз. То есть, это позитивные позиции чаще всего, то, что мир майя, и ей как-то можно манипулировать. Ну да, ну да, но это все равно, скажем так, несколько отличается от того, что, скажем так, другие люди и другие философы, как вообще они смотрели на мир. А, кстати, у Шопенгаура, я вот сейчас не могу припомнить, у него что-то по типу атман, у него атман или анатман, короче, что, что, у него было какое-то, какая-то сердцевина у представления? Не, у него чисто Адвайто-Веданте, потому что мир – это воля и представление, то есть у него безличное начало, ну, в принципе, он критиковал христианство. Это похоже ближе к буддизму, да. О каком всеблагом боге, там, да, вы говорите? Ну, это вечная заочная полемника с тем же самым Лейбницем, который для Ницше тоже характерно. Так, единственное, сейчас у меня сервера Ютуба провисли, сейчас буквально 5 секунд, они переподключатся, я продолжу свою мысль, чтобы она была… Да, все, переподнялись. Вот, то есть, как бы Шопенгау иронизировал над идеей всеблагого бога и говорит, что подождите, а о каком всеблагом боге может идти речь, да, если этот мир, он, там, несовершенен, мы живем в худшем из возможных миров, и каждый человек, это, значит, он, по сути, живет в аду, где он является одновременно и грешником, и дьяволом. Грешником, потому что он страдает сам, а дьяволом, потому что он опречен приносить страдания другим людям. Поэтому идея-идея бога, там, тем более всеблагого, там, всемуудрого, для Шопенгауэра совершенно немыслима, вот. Вот, единственное, ему, конечно, в христианстве нравилось то, что, как бы, некоторые внешние, скажем так, символизм христианский, ему нравилось то, что крест является символом христианства, потому что крест – это орудие страшных страданий. То есть, вот, христиане, когда они смотрят каждый раз на распятие, они видят бога, который, вот, страдает. И для Шопенгауэра это символ самого мироздания, то есть, распятый бог. То есть, вот, ему такие вещи в христианстве нравились. А христианская теология, ну, он к ней скептически очень относился. Ну, как и многие люди, вообще, в принципе. Ну, да, но Шопенгауэр именно со своих буддийских позиций. То есть, ему, как бы, опять-таки, христианство можно критиковать под разным соусом, да? Да. Так, переходим к сверхчеловеку, Ницше.